Джемпер готов. Показываю, что получилось, что за переходы цветов. И сейчас буду рассказывать секреты, что это за такая секционка домашняя самодельная. Переходы, смотрите, с разных сторон. Сейчас поверчусь немножко, чтобы вам было понятно, о каких переходах и о чем собственно речь. Мне очень нравится. Самые светлые части на рукавах и в середине джемпера. И обратите внимание, я опускаю руки, и кажется, что я вот такого размера. Бока ушли в тень, их как будто нет. Это идеальный корректор фигуры для тех, кому нужно скрыть бока или животик. Потому что вот я так поднимаю, если сейчас имитирую наличие животика, его тоже как бы не видно. Хотя животик-то вот он как бы есть. Вот я подняла джемпер, все уходит в бока. То есть все уходит в этот цвет, ничего не видно. Достаточно сделать немножко подлиннее, потому что ваш размер, который вы будете вязать, определяется длиной, которую вы сами определяете для себя. Но максимально это ширина машины, мы вяжем поперек. Шириной, которую вы тоже определяете сами для себя, но поскольку это поперечное вязание, ширина не ограничена. И еще одной меркой, о которой я расскажу в мастер-классе. Для того, чтобы этот джемпер идеально сел на любую фигуру. Потому что я вам готовую схемку не даю. Я категорически против готовых схемок. Мы все разные. У всех разные фигуры, у всех разные задачи. И единой схемки для всех не существует. Поэтому мы рисуем самую простую схему. Буквально на пальцах нам надо три мерки для основы. Ну и рукава. Рукава это уже по факту получается. Потому что здесь за счет того, что у нас цвета переходят и меняются абсолютно одинаково, чтобы так и получалось, у нас от начала рукава до конца рукава. И от рукава до середины изделия одинаковое расстояние. За счет этого вот этот переход абсолютно одинаковый. Абсолютная симметрия. За счет того, что мы эту секционку создавали самостоятельно. Из той пряжи, которую выбрали. Сочетание вот ровно то, которое вы хотите. Любые цвета можно брать. Эффект будет такой же. Мы не завязаны на ширину деталей. Обычная секционка. Чем меньше деталь, тем длиннее секция. Поэтому вот такие вот изделия сделать просто невозможно. Только под раскройку. Мы делаем из единого разреза. Все идет вот так, как мы задумали. Как это делается? Это градиент. Мы в процессе вязания заменяем один цвет другим. И плюс к этому используем жаккард. Сочетание двух вот таких вот интересных техник. Градиент и жаккард дают плавную смену цвета с имитацией секционки. Можно было использовать еще больше цветов. Будет еще более интересный эффект. Но я думаю, для начала и так надо попробовать. Поэтому хотите попробовать? Предлагаю вам этот мастер-класс. Это платный мастер-класс. Он не будет находиться в свободном доступе. Поэтому если вы хотите себе такое изделие, ссылка на оплату вы можете найти под этим видео. И вопрос. С чем можно этот джемпер надевать? Он универсальный. Его можно надевать чем угодно. Посмотрите, как он выглядит. С классическими брюками. Идеален. С юбкой прямой. Здорово смотрится. То есть выбираете ту одежду, которую вы носите. Этот джемпер подойдет под любую вашу одежду. Тем более, что, как правило, пряжу мы подбираем и выбираем под свой цветотип, под свой вкус. Никакая секционка, которую мы покупаем в магазине, не даст нам такого сочетания любимых цветов. Выберите три любимых цвета и получите идеальное изделие, изделие вашей мечты.